Приветствую вас. Отчасти я, наверное, соглашусь с коллегой, что действительно нужно понять точку зрения вашего мужчины, вот, потому что, ну, вы всё-таки вместе, вы всё-таки пара, и надо бы понять, почему он так действует, почему он так себя ведёт, почему он вас ограничивает, вот. Но я могу сказать, исходя из опыта, что любые ограничения в паре, да и вообще, любые ограничения, которые человек допускает во взаимоотношениях с партнёром, связанные с потребностью в безопасности. То есть мужчина так лучше, полнее чувствует себя в безопасности, вот. И это, к сожалению, вот то, что вам нужно для себя понять, то, что мужчина таким образом удовлетворяет свою потребность в безопасности, к сожалению. Вот. И поскольку это его потребность в безопасности удовлетворяется, то, соответственно, он будет делать всё для того, чтобы она удовлетворялась, вне зависимости от того, согласны вы с его, там, допустим, точкой зрения или нет. Вот. Это такой аспект. С другой стороны, важно понимать, что мужчины реагируют хорошо на язык действий. Не на язык слов, к сожалению. Это очень важно для вас, очень важно вам это для себя понять, потому что словами вы ничего не докажете. Вы уже мужчине говорили, вы уже мужчине объясняли, соответственно, никаких слов подобрать для этого нельзя. Потому что если мужчина не понял, значит он не хочет, значит он не считает это важным. Вот. И самое неприятное здесь то, что он не считает важными ваше желание. Самое неприятное здесь. А, значит, самое неприятное именно это. Что ваши желания для него не так важны, к сожалению. Вот. И вот тут вот уже встает вопрос о том, как мужчина к вам относится. Тут уже встает вопрос о том, как он вас воспринимает. Тут уже встает вопрос о том, что вы для него относитесь. Как вы себя поставили в отношениях, да? То есть, к примеру, вот, значит, вы пишете, говорю ему, что хочу выходить куда-то вместе, да? Спрашивает, для чего мне это нужно. И ему не нравится, когда я выхожу куда-то. Значит, он пытается вас ограничить. Значит, вам нужно. Вместо того, чтобы с него разговаривать, просто выходить. Вот. Всё. То есть, просто выходить и показывать, что вам это нужно. не пытаться до него донести что-то. И не обращать внимание на то, что ему не нравится. Потому что то, что ему не нравится, это его проблема. То есть, в этом смысле вам нужно ограничить себя от него. В этом смысле это сделать обязательно. В этом случае, в этом смысле это сделать необходимо. Вот. Если у вас, ну, возникает, появляется чувство вины, да, допустим, то это предмет отдельного разговора. Потому что чувство вины, оно, как правило, родом, родом из детства. Вот. И соответственно, соответственно, разбираться уже не будем с ним. Вот. Но, вот чтобы вы понимали, то что доносить до мужчины словами что-либо бесполезно. Вот. Ну и правда, значит, пишите вы достаточной жизни, но хочется выходить в гости в кино на ужин. Согласна, это очень важно. Социальная жизнь очень важна. И вам нужно показать им, что вы будете это делать одна или без нового. Вот. Так продолжается, что мы вместе. Это вот, конечно, уже более такой тонкий момент. Потому что, знаете, если вы, когда, ну, вот только начали встречаться, да, если вы вначале мужчину принимали, вот принимали таким, как он есть, да, если вы вначале это делали. А потом, к примеру, перестали. Это большая проблема, потому что получается, что у вас что-то изменилось, да, и мужчина, он теперь, когда вы ему вот такое требование предъявляется, да, он будет, ну, говорить или думать, или говорить примерно следующее. А что раньше тебя, типа, все устраивало, да, почему-то сейчас, вот, тут меня это требует. Что он, собственно, и говорит, что тебе не хватает, да, тут раньше хватало, а теперь нет. Ну, в этом смысле вы, к сожалению, в более програничной позиции находитесь. Потому что, ну, получается, что вы перестали его принимать. Получается, что вы, у вас что-то изменилось, знаете, а это очень тревожно для мужчин. Вот. И тут очень важно, что вы действовали тонко. Вы сказали ему, что вы, что вам по-прежнему, что ваши чувства к нему такие же, просто для вас важна и социальная жизнь. И что вы, ну, начинаете думать, например, что он просто вас прячет. Или что он не хочет показываться с вами на людях. Он вас стыдится, ну, и всякое такое. А, да, здесь есть немножко манипуляции, безусловно. Но иногда без нее никак. Вот. Ну, лучше, конечно, если вы прямо скажете, что, вот, все вы хотите, и все. Вот. Значит, как убедить сюда сухвар? Никак. Знаете, людей, людей вообще, чем-либо сходнее убедить. Вот. Я не знаю, насколько я могу просить у вас, чтобы вы мне поверили, да, потому что, ну, я же чужой для вас человек. Вот. Но мой опыт работы с людьми показывает, что люди, они хотят, они хотят убеждаться. Вот. Они не хотят переубеждаться, хотят убеждаться. То есть человека можно убедить в том, к чему он сам стремится. Именно поэтому психология важным условием работы является понимание человеком, что у него есть проблемы. Не обязательно понимать, какая это проблема. Но важно понимать просто, что есть проблемы. И с ней что-то делать. Вот. Поэтому, поэтому, а, убеждать бесполезно. Нет никаких слов. А вот языком действий показать, что вы, к примеру, что-то не будете терпеть. Это вот вполне, вполне, вполне реально. Это вполне себе реально. Это вполне нормально. Такая вот история, такой подход, такая позиция. А если вы понимаете, конечно, о чём я говорю. Вот. А в целом, конечно, информации маловато для анализа и для рекомендаций. Я думаю, что проблема ваша, она в другом. Да. То есть, как правило, за такой вот, ну, довольно, знаете, не банальной проблеме. Проблему. А такой, скорее, поверхностной проблемой скрывается всегда что-то глубокое. Более глубокое. Какой-то страх, или ваша неуверенность, ваша вина, или ваша зависимость от мужчины. Физическое, финансовое, или психологическое. Вот. Ну, как правило. Может быть, у вас чисто только в этом проблема, и всё. В остальном вы супер самодостаточные люди. Но никак не характеризует мужчину в качестве самодостаточного тот факт, что он в негативной относится, когда вы куда-то выходите самая одна-одна. То есть, я хопичным сам боится вас потерять. Или боится, что вы увидите кого-то лучше, чем он. Вот. Так. Можно ответить вам на ваши вопросы. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите. В личку буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго. И удачи!